мы пошли добрый вечер с вами юлия латынина и латынина тв и у наших слушателей было очень много вопросов что будет происходить с российским нефтью и газом будет ли их покупать хоть какую-то часть европа и что происходит собственно с российским нефтяным газовым транзитом через украину и почему он продолжается несмотря на войну и мы решили спросить у самого известного эксперта который есть вообще на российском рынке это михаил крутихин этот человек который кроме английского и французского знает еще и фарси и арабский это партнер информационно-консалтингового агентства русэнерджи и как я уже сказала с моей точки зрения нет никого круче крутихина который может ответить на все эти вопросы и прежде чем я задам вопрос про транзит по украине михаил насколько я понимаю вы сейчас вы находите как раз в дахе и скажите на нефтяном форуме и скажите обсуждают ли там то что в войну обсуждают ли сначала казалось что не будут обсуждать потому что выступил эмир катара с приветственным словом на открытии и он войну упомянул просто что есть какая-то война он говорил об афганистане о палестинцах но про украину вот слова украина он не не сказал но сразу за ним было первое первое была первая сессия тут же и на этой сессии выступила представитель глава официальной делегации украины из министерства иностранных дел крымская татарка я прошу прощения я сейчас меня просто нет под рукой ее имени и она очень 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 хорошо выступила рассказала что происходит и потом у нее было еще и была еще дополнительная сессия где она тоже выступала отдельно то есть обсуждается этот вопрос и очень даже серьезно обсуждается и что говорят ну говорят что надо прекращать войну вот это самое главное то есть мир не может существовать когда идет такая война и когда гибнут люди идет бомбардировка когда дети умирают уже десятками можно сказать мирные жители страшно страшная ситуация с беженцами все это открыто говорится и открыто произносится и в выступлении зеленского прозвучала прозвучал призыв к тому же катару который один из трех крупнейших производителей сжиженного природного газа призыв увеличить производства и поставки на рынок энергоносителей для того чтобы европа избавилась от зависимости от российского газа что поможет украине и как эмир катар воспринял эту просьбу с глубоким удовлетворением не да и мир присутствовал только на открытии дальше уже все шло и в отсутствие окей а значит очень много наши слушатели спрашивают как это понять вот есть европа которая покупает российскую нефтегаз и транзит особенно газа происходит сейчас прямо сейчас во время боевых действий по территории украины почему это транзит не прекращается и что вообще с ним происходит ну там не просто транзит осуществляется а украинские операторы газотранспортной сети иногда рискуя жизнью восстанавливают работоспособность этих газопроводов две компрессорные станции как минимум были повреждены в результате военных действий быстро все наладили пустили обходные по обходным маршрутам для того чтобы газ продолжал поступать европейским потребителям в вот сотрудники этой газотранспортной сети они прекрасно понимают что европа многие страны в европе критически зависят от поставок российского газа они просто не могут обойтись сейчас чтобы они там не не произносили без российского газа никак не обойдутся и для поскольку они еще к тому же помогают украине в ее действиях поэтому нужно обеспечить обеспечивать их этим газом и потом для украинцев ну есть такое понятие как святость контракта у них есть контракт пятилетний они обязаны пропускать определенные объемы газа через украинскую территорию и все это они выполняют мало того я опять хочу напомнить что когда у нас говорят что вот там вот украинцы газ воровали из труб и так далее ни разу за все действие этого контракта и за все действие десятилетнего контракта который перед этим было в девятнадцатом году закончился не на не были нарушены его условия и никогда не прерывался транзит транзит прерывался только по решению российского руководства когда на экране телевизор появлялся господин путин и говорил что вот мы сейчас дадим указание газпрому перекрыть задвижки чтобы больше это в разгар зимы и в общем-то несколько раз лишали европу поставок газа все было по политическим причинам украинцы здесь были ни при чего то есть мы видели что есть святость контрактов есть обязательства которые они должны выполнять а вот в россии но россии не договора способна они свои она свои контракты может и послать куда подальше как уже было в прошлую зиму как как уже было много раз 2005 года в поставках газа а слушайте а вот вы сейчас сказали что две компрессорные станции уже были повреждены я так понимаю что они были повреждены очевидно российской армии а российская то армия о чем думала когда повреждала компрессорные станции ну я тут я сказать ничего не могу потому что на чем российская армия думала когда разрушала вышки коммуникации то есть телефонной связи снабдили своих военнослужащих специальными телефонами но такими телефонами которые должны были вот пользоваться вышками связи интернет связи и телефонной связи доходящих на территории противника в данном случае вот как они их разрушили они разрушили эти вышки вынуждены были перейти просто на мобильную связь по обыкновенным сотовым телефоном что конечно дало преимущество украинцам которые стали очень просто перехватывать и подслушивать все эти страшно секретные разговоры военнослужащих стало быть компрессорные станции были разрушены по той же причине по которой мы сами себе выстрелили в ногу исчерпывающий ответ сейчас две важнейшие проблемы все обсуждают одна это американская эмбарго на нефть но прежде чем мы до этого дойдем вторая проблема которая случилась совершенно недавно это уход сервисных компаний халибертон и всех остальных с российского рынка а вот прежде чем поговорим о том как скажется этот уход компании на российском рынке а вообще российская нефть в каком состоянии потому что все время ходят слухи что типа вот российская нефть ее добыча начнет портится к какому-то там 30-му году тридцать пятому не будет денег содержать все вот эти замечательные дворцы не будет делать денег делать все эти вундервафли вот в каком состоянии российская нефть о непростом положении в российском нефтяном секторе говорилось уже очень давно и на уровне правительства когда представитель министерства энергетики выступал в думе он сказал вы понимаете вот по нашим расчетам 2035 году если вот все пойдет так сейчас как сейчас идет россия потеряет примерно 40 процентов объема нефти который ежегодно добывает почему потому что в россии из все оставшиеся в недрах нефти ну где-то 30 процентов только вот так который можно коммерчески извлекать в нынешних условиях а все остальное так называемое трудно извлекаемое нефть первое там нужно дополнительные издержки требуется для а второе нужны особые технологии и вот когда нужны особые технологии здесь роль тех компаний сервисных о которых уже упоминалось она совершенно неоценима это они занимаются бурением повышением отдачи на скважинах они обустраивают промыслы они ну вот та же компания шлем бирже например она в своих научно-исследовательских центрах которые создала на территории россии ну выдумала их придумала больше 50 новых технологий которые использовала в россии у нее 12 с половиной тысяч сотрудников наших сотрудников у нее компании которыми она владеет они это уже российские компании просто на их создала в россии то есть даже не совместные какие-то предприятия вот эти четыре компании которую это шлем бирже или бертон бейкер-хьюз в эзерфорд вот ну есть еще более мелкие да и так и другие компании вот они этим и занимаются потому что сама нефтяная компания но она получает лицензии потом нанимает уже других подрядчиков которые делают всю работу вот не так давно мы делали аналитический обзор о последних событиях для одного из клиентов и ну вы понимаете мы консалтинговой компании нам невыгодно отпугивать клиентов нам нужно чтобы они хотя бы но видели какая говорят англичане мрачном облаке серебряную оболочку чтобы это у них должно быть представление о том что все когда-то вот плохое кончится и будет опять перспективы снова приступать к работе снова делать инвестиции в россию и так далее и мы написали что вот поскольку пока вот шлем бирже холибертон и прочие не уходят с российского рынка был такой период когда они в общем-то оставались то можно быть уверены в том что хотя бы поддержат добычу в россии нефти на прежнем уровне а потом может быть даже и замедлят падение этой добычи и тут вдруг выяснилось что эти компании как раз уходят они сразу уйти не могут потому что это уже вот это был мой следующий вопрос на они уходят или они делают вид что уходят насколько они вообще могут уйти они они приняли решение больше не вкладывать деньги вот но вырвать их сразу не получится это это по-живому рвать это это часть отрасли вот они работают на промысле работают вот но наши российские граждане которые часть вот российской компании с деньгами и технологией которую получили от иностранцев вы но как это вырвать вот я я как-то не очень себе представляю как прекратить работу мгновенно и оставить людей без работы а технологии как вот прийти и сказать вы знаете вот вы использовали такой технологии вот такое-то оборудование для бурения мы сейчас вас вот вы из идет бурение скважин мы сейчас у вас заберем вот эту вот оборудование ну невозможно это сделать вот макдональдс также ушел ну макдональдс там другое там ну есть есть гигантская разница это как процесс который вот невозможно остановить макдональдс можно было все так прикрыть и остановить да они там где-то два месяца или сколько будут платить еще своим сотрудникам а здесь ну вот на этих четыре на эти четыре компании там я думаю если учесть поставщиков для этих компаний так далее то там может быть будет ну где-то 80 или 100 тысяч человек которые останутся без работы и что-то с ними тоже придется делать поэтому ну просто уйти вот есть примеры когда можно уйти прямо сразу вот был такой пример совместный проект компании роснефть нашей государственной компании и крупнейшей частной нефтегазовой компании соединенных штатов это эксен море они решили искать нефть в карском море вложили в бурение одной единственной скважины 650 миллионов долларов это вот в бурение буск одной скважины чтобы посмотреть что там такое они наняли норвежскую компанию с ее бурильными судами там те те подошли бурили эту скважину и вдруг в четырнадцатом году ударили санкции мгновенно совершенно мгновенно компания эксен мобил попросила у администрации сша разрешение на три недели отложить выход из этого проекта потому что надо было заткнуть дырку в морском дне просто ликвидировать эту скважину вытащить все оборудование там обсадные колонны все и за и ликвидировать эту скважину они им было дано разрешение они все это заткнули и ушли все на этом точка другое дело что роснефть объявила что там сделаны колоссальные совершенно открытие что это новый нефтяной клан дайк что там бог знает что но невозможно на основании будет бурение только одной скважины откуда не фонтаном нефть не била сделать заявление о том что там колоссальные открытия то есть но американцы ушли на этом весь проект остановился а вот так вот когда но но это по живому резать если взять вот этих этих компаний поставщики услуг вот взять их как-то вот убрать из живых проект невозможно правильно ли я понимаю что то что вы говорите сводится к тому что хотя они и объявили об уходе с российского рынка они на самом деле будут использовать любую возможность остаться и ну дотянутся до последнего но они бы хотели потому что вот то что я разговариваю с представителями западных нефтяных компаний газовых компаний они бы очень хотели продолжать работать и оставаться потому что ну проект это выгодные хорошие проекты которые они там вели но уходить так уходить вот сегодня вдохе на форуме была сессия на которой замечательные три человека присутствовали это руководитель главной катарской газовой компании это катар энерджи бывшая катар петроль французской руководитель французской компанией тоталь энерджи бывшая тоталь и руководитель норвежской компании квинор бывшая статуя вот вот их спрашивали о том в условиях войны как вы с россией собираетесь сотрудничать как вы будете выполнять свои обязательства и очень интересно к этому подошел руководитель тоталь он сказал вы понимаете в чем дело но вот смотрите мы приняли решение что будем полностью выполнять все санкционные требования раз второе мы отказываемся покупать российские нефть и газ вот сразу прекращаем у нас были какие-то контракты вот они как только закончатся мы все уже больше ничего не мы прекращаем инвестировать какие-либо деньги в те проекты не только в старые а вот очень мощный проект это арктик спг-2 которые они где они принимают участие то есть они прекращают его финансировать но дальше он говорит следующее вот представьте себе мы свои 20 процентов из какого-то проекта заберем ну просто не продать потому что продать невозможно это все токсичные сейчас активы потому что покупатели на них не найдутся это означает что вот этот актив большой стоимостью он попадет в руки российского партнера российский партнер это значит ребят мы отдадим его путину и вот путин будет извлекать из этого прибыль и финансировать свою военную военную операцию на территории украины то есть а вот путин понятно понятно к чему он клонит а вот путин сможет извлекать из этого прибыль потому что сейчас уже очень сильные санкции по нефти возможно ли ситуация при которой европа откажется также от покупки российского газа и вообще а к этим мерам присоединиться китай и вообще никто не будет покупать не российский нефть российскую газ ну мгновенно это не произойдет потому что ну вот по нефти я например объясню хорошо в европе соединенные штаты америки решили да все не будем покупать российский российскую нефть российские нефтепродукты хотя вот в прошлом году российские нефтепродукты составляли около 20 процентов импорта нефтепродуктов соединенные штаты это много было а нефть но там один полтора процента сырая не и американцы совершенно спокойно могут заменить это какими-то другими источниками нефти и нефтепродуктов англичане отказались теперь объявили о том что до конца года полностью откажутся от российской нефти некоторые европейские компании начиная с германии но сделать это будет непросто во первых некоторые есть долгосрочные контракты во вторых в европе некоторые нефтеперерабатывающие заводы заточены как бы вот только под российский под сорта технические химические физические характеристики российской нефти затем есть страны как у которых нет альтернативных путей получения нефти это например чехия словакия венгрия они кроме как российскую нефть они нет вот это сырье они откуда получить не могут затем есть компании российские которые располагают нефтеперерабатывающими предприятиями это лукойл например в болгарии там есть завод который принадлежит по большей части лукойлы он получает российскую нефть в германии но примерно 20 процентов всей германской вот нефтедобычи это вот одна группа компаний а в этой группе компаний ну большая часть принадлежит роснефти то есть там тоже вот надо бы она будет получать эту нефть из россии по-прежнему вот как как это вот нарушить сразу не опять не получится что касается газа та же самая ситуация но сказали в германии что они может быть до конца года наполовину сократят свою зависимость от российского газа а дальше может быть следующему году они совсем откажутся от этого а вот в италии сказали мы сможем это сделать только двадцать седьмому году если мы посмотрим на некоторые страны когда вот на ту же самую венгрию если ей отключить газ в разгар отопительного сезона то ей примерно пятьдесят семь процентов вот бы были проведены исследования вот по венгрии пятьдесят семь процентов и просто не хватит газа для того чтобы поддерживать жизнеспособность поэтому вот сразу это ну никак невозможно сделать нужно время а страны европы консенсус какой будем тянуть время пока как-то устаканится и можно будет покупать у путина нефть и газ или нет давайте вот у нас сейчас есть сложности но мы эти сложности решим может быть заплатим большие деньги за нефть и газ но этот режим добьем но вот такая решимость вина принята программа из 10 пунктов по сокращению зависимости от российской нет есть программа 10 пунктов по сокращению зависимости от российского газа но если по нефти там ну а не сложно это сделать потому что там в должен сокращать должно сокращаться потребление то есть давайте вот сократить ну как вот раньше во время очередного нефтяного кризиса в соединенных штатах говорили давайте вот один человек по машине едет давайте два три четыре человека делить машины между какими-то людьми давайте сокращать пробег машин давай но много-много-много там вот таких вот деталей и которые ну в принципе должны каким-то образом сработать по газу немножко сложнее вот есть предложение давайте мы сократим снизим температуру в наших домах в производственных помещениях для того чтобы меньше газа расходовать на вот на электроэнергию на отопление там есть большая программа но вот есть сомнения в том что программу эту смогут конечно выполнить программы принимались начиная с 2009 года много резолюции было много программ вот главные пункты по всем этим программ я скажу первое это диверсификация поставщиков то есть давайте мы не только из россии получать газ а получать скажем из каспийского региона то есть это азербайджан а в перспективе возможно даже иран и туркмения из средиземноморья из восточного то есть это израиль возможно в будущем кипр возможно даже египет по каким-то трубам или как 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 то еще из северной африки это алжир например там есть трубы но нужно расширять их мощность пропускную способность второе это давайте мы в европе понастроим терминалы по приему жизненного газа там где их не хватает потому что например в испании очень много а вот это у валканских стран мало да начали строить проложили наконец маршрут из азербайджана аж до юга и талии дотянули его затем в планах было давайте построим много много интерконнекторов то есть газопроводов которые идут через границы стран членов ес чтобы можно было в будущем перебрасывать вот объемы газа запада где не очень большая зависимости от россии на восток где зависимость критическая предлагали даже принять такой вот чрезвычайный план реагирования на такие фокусы со стороны газпрома и кремля вот но это все делается очень медленно то есть вот это строительство газопроводов сейчас похватились стали быстренько быстренько вот в германии стали раньше эти планы откладывали откладывали просто губили а сейчас да два новых где-то за года за два они построят два новых терминала по приему сжиженного газа только в германии строится везде 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 то есть вот будут принимать этот сжиженный газ чтобы как-то ну сократить зависимость от газпрома но дело это опять-таки не быстрое вот надо что-то делать делают консенсуса нет потому что некоторые страны но та же самая венгрия например они там пытаются на мой взгляд саботировать вот эти общие европейские усилия ну во первых потому что очень сильно зависит в венгрии от российского газа и во вторых там ну своя политика в отношении кремлевского руководства но правильно ли я понимаю что в общем можно подытожить это дело так что частные компании типа шлемберже хотели бы может быть и соскочить и вести бизнес из южил но политики за небольшими исключениями все-таки венгрии это не вся европа понимает что россии системная угроза и частникам не дадут соскочить и сами будут уменьшать количество российского нефтегаза это совершенно верно но самое интересное явление вот после в последние дни это то что в санкциях стали участвовать китайцы например то что японии мой следующий вопрос присоединиться ли китай потому что ну было так был такой расчет ой вот там китайцы помогут они страшного в этом всем заинтересованы они на мои банки будут деньги давать нефтяные компании будут участвовать в российских проектах они займут место тех гигантов типа шелл бипи тоталь которые могут тоталь может уйти там шелл бипи вроде бы уходят со всем из своей своих проект будут придут китайцы все это сделал а китайцы вдруг начали выступать с такими объявлениями что которые поставили но не под угрозу а просто положили конец грандиозным проектом то есть в амурской области например газохимический комплекс где очень серьезная доля принадлежит китайской компании они рассчитывали там делать полиэтилен полипропилен и потом для своего китайского рынка все это импортировать из дешевого российского газа они скажут нет мы уходим из этого проекта мы не будем туда вкладывать деньги вот вот это явление но совершенно новое могут чем она связана ну а вы посмотрите тут вес экономик для китая американская экономика это партнер почти равноправный партнер это экономики доходящиеся в таком симбиозе постоянное соперничество но вместе с тем они друг без друга обойтись никак не могут и финансово и в плане производства и торговли какими-то товарами а россия она в торговле китая ну занимает меньше двух процентов а если посмотреть что такой ввп россии то в этом году говорят а он будет 0,8 процента то есть это настолько микроскопическая величина во мировом масштабе с кем будут китайцы сотрудничать вот с американской экономикой или с российской экономикой то есть получается путин нам все время рассказывал что но вот прервем связи с европой и станем сырьевым придатком китая и на этом уцелеем а китай говорит мне не нужен цель россия в качестве сырьевого придатка мне нужна европа и мир и соединенные штаты в качестве огромного рынка несопоставимые вещи ну вот не вот путина цитировать это только не знаю в каких целях потому что я только сегодня утром вспомнил замечательное его высказывание мы перекроем трубы не хотят там в европе покупать по нашим ценам газ мы перекроем трубы в европу будем весь от наш газ сжижать и отправлять его в азию китай вот ну бред собачий ну ну как вот а почему но тут человек абсолютно некомпетентный то есть вот говорит если какой для ваш нефть и газ самое главное он же всегда вот прямо разбирается в этих трубопроводах он знает как что и он прям как войска их раньше рассылал но теперь оказывается что а что плохого объясните нашим слушателям что плохого в этом высказывании путина который мы считали генералиссиуму струбопроводных войск ну вы посмотрите сколько газа отправляется в западном направлении условно условно в европу там еще турция там вот вот туда идет газ ну в прошлом году 145 было вот европа отправить миллиардов кубометров вообще там такой рынок который может и 200 миллиардов кубометров российского газа потребить а вот китайском направлении если трубопроводный газ вот путин все время говорил несколько раз повторял что давайте мы сейчас соединим трубы восточные западными а потом будем перебрасывать потоки газа из европы в азию из азии в европу там где нам будет выгодно а вот в китае сейчас идет вот одна труба ее убили силы сибири ее увеличивать пропускную способность там не 200 не 145 а там максимум это тридцать восемь миллиардов кубометров кубометров газа в год это плато вот на которое они должны выйти в двадцать четвертом двадцать пятом году строители и китайцы больше не договаривались они подписали какой-то милый такой вежливый документ контракт на подополучение еще десяти миллиардов кубометров с сахалина по дальневосточному маршруту а там газа нет с одного конца а с другого конца вот китайцы говорят пожалуйста можем получать если у вас газ этот будет и потом надо учесть учесть еще одну несколько вещей еще вещь номер один это китайцы покупают газ у газпрома вот по этой силе сибири по цене вот когда был так называемый газовый конфликт зимой это в десять раз была разница то есть 200 долларов китайцы платили за тысячу кубометров российского газа а в европе по 2000 долларов шел газ на спотовых торгах рекордно низкая величина цены газа которую россия отправляет в китай и эта величина она не может погасить даже вот операционных издержек для работы этого газопровода силы сибири не говоря уже о тех миллиардах которые вложены в строительство газопровода уже газоперерабатывающего завода освоение месторождений двух то есть деньги просто выкинуты на ветер а польза от этого это никогда не окупится абсолютно никогда и второе соображение по китаю у них же есть пятилетний план 2021 2025 год а в этом плане написано концу этого периода нужно добиться самодостаточности китая в снабжении энергоресурсами то есть им новый газ из россии вот там не нужен будет вообще потому что они будут получать достаточно газа от китайских проектов туркменистане узбекистане казахстане откуда идет три трубопровода еще четвертый прокладывать через территорию таджикистана участки немножко затормозил они получают достаточно сжиженного природного газа в том числе из своих собственных проектов от аляски до африки где они делают этот сжиженный газ и еще из миянма идет у них газопровод небольшой да еще сами развивают добычу газа у себя в том числе сланцевого и российский газ им как-то нужно только из вежливости примут и по очень низкой цене и рассчитывать на то что вот путин обратиться к председателю си и скажет ему вот вы знаете у нас тут грандиозный план мы вам сейчас силу сибири 2 построим вот из тех же самых районов откуда мы в европу отправляем газ мощность будет 100 миллиардов километров в год мы вам через монголию бросим эту трубу но план у меня такой будем вам перебрасывать если у вас будет хорошая цена мы вам поставлять а если у европейцев хорошая цена мы будем ваш газ отправлять в европу и как председатель си согласится вот быть пешкой в такой путинской игре который путин просто заявил он объявил что он собирается делать но вот так вот у нас компетентно продумываются стратегические решения а кстати стратегических решениях вот вы сейчас стали говорить что европа стала минимизировать российский газ достаточно давно и принимала разные по этому поводу решения правильно ли я понимаю что если бы путин вот во время майдана еще давно не отключал газ европе то европа этих действий не производила у него сейчас было бы гораздо больше рычагов давления и вообще насколько россия надежный партнер ну это это целые два вопроса первое я несколько раз люди работающие в европейской комиссии мне говорили если бы газпром вел себя как нормальной коммерческой компании поставщик энергоресурс вот как там российские компании нефт поставляли вот российские компании уголь поставляли никто не жаловался на зависимость а если бы газпром не превращал вот торговлю газом в политическое оружие вот инструмент политического давление шантажа то мы бы ну не так торопились с принятием вот всех антимонопольных законов типа третьего энергетического пакета знаменитого и всех остальных вот документов но не стали бы спешить с тем чтобы ограничивать засилие газпрома у нас ну вот никак никак бы этого не получилось а второе но действительно газпром превратился нечто политические инструментарные как вепонизация называется для наших слушателей для наших слушателей я тоже очень люблю это слово я на всякий случай для них растолкую что это от слова уэпон то есть оружие и вот мне слово вепонизация безумно нравится и я не могу найти никакого русского эквивалента поэтому давайте будем говорить вепонизации использование как оружие да да вот я иногда думаю да и говорю что это не есть несколько газпромов есть одна замечательная компания которая ведет добычу газа хорошо это делает эффективно строит газопроводы хорошие газопроводы замечательные строит ну правда там завышенные сметы и контракты на строительство достаются тому кому без конкурса достаются но тем не менее работает вот эта вся газотранспортная сеть торгует газом но в принципе делает это вот до последнего времени делали это как коммерческая организация потому что когда в европе стали газпром прижимать по своим новым законам против монополизма то газпром от очень многого отказался из контрактов стали выкидываться политические условия какие-то газпром стал продавать очень до 30 процентов газа в европе шло по спотовым контрактам а что это такое договариваться вот мы вам поставим такую партию газа или в течение года например там или в течение двух лет или вот просто одну партию по цене вот приближенной к той торговой площадке откуда вы ее брать будете вот это этот объем газа и и плюс какая-то маленькая комиссия действительно очень маленькая комиссия газпрома и все было нормально нормальная торговая компания которая заботится о своих торговых нишах ищет новых клиентов все но появляется вторая компания которая в ущерб себе в ущерб коммерческой эффективности своей вдруг затевает абсолютно не 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 коммерческие проекты будет убийственные то есть вкладывает огромные средства в строительство нового газотранспортного коридора с ямала дальше вот до континента дать коридора который в общем то не нужен потому что старые трубы прекрасно работают а легендарные месторождения пустеют и так не могут уже работать можно новые месторождения осваивать подключать к старой трубе и снова гнать в европейском направлении вот этот самый газ нет на 1 новую построить вложить в нее десятки миллиардов долларов затем нужно северный поток один северный поток 2 южный поток который превратился в турецкий поток надо построить никому не нужный газопровод от сахалина до владивостока который пустой фактически стоит надо силу сибири построить и много чего еще то есть вот эти проекты которые никогда не окупятся это просто вот деньги из инвестиционной программы газпрома взяты и пущены вот на такие проект политизированы и третий можно можно я перебью так все-таки эти проекты строились из политических соображений или просто чтобы деньги освоить мягко тут вот есть сомнение то ли это подрядчики большие друзья товарища путина там кимченко ротенберг как которые владели вот эти раньше вот этими компаниями строившими большие газопроводы то ли они вложили в мозги нашего президента как по-приятельски вот идею давайте мы геополитически вот решим этот вопрос проложим новый у нас будет инструмент давления туда-то на китай на европу на все прекрасно все будет то есть то ли они паразитировали на геополитических затеях президента то ли президент был с ними в сговоре чтобы вот потому что был такой рассказ замечательный о том что я не знаю может правда это было что где-то 2005 или 2006 году президент позвал владельцев четырех крупнейших трубных заводов в россии и сказал вы знаете у нас проблема мы для газопроводов для наших трубы покупаем в японии в германии и страшно сказать у украинцев поэтому давайте-ка мы наладим производство труб большого диаметра для газопроводов у нас в россии ему было сказано совершенно нормально что вы знаете сколько это вообще стоит будет вот что то это потому что на рынке на мировом этих труб сколько угодно можно покупать если есть сотрудничество если есть кооперация раз разных государств и и второе а куда мы их будем девать вот мы сейчас вложим такие деньги куда девать вот эти все трубы на что им было сказано будет куда девать то есть вот эти никому не нужные трубы на никому не нужные газопроводы они вот с этой затеей избавиться от зависимости хотя причем здесь зависимость ну невозможно трубы эти делает теперь марташов если я правильно понимаю шесть заводов уже делают эти трубы большого диаметра их куда-то надевать потому что за границу их не отправить их никто не берется там своих этих труб полно полно и вот эти трубы надо куда-то укладывать ну давайте придумаем какой-нибудь кольцевой газопровод вокруг всей территории россии чтобы газ по нему гонять по кольцу вот тогда все будет прекрасно вот эти вот новые маршруты это ну примерно как вот то самое кольцо который чтобы чтобы закопать в землю сделанный труб был ну да есть еще с этот самый ураборус который свой хвост кусает вот так российский газопровод устроен мы беседуем уже 40 минут это потрясающе интересно но я просто боюсь немножко утомить наших слушателей и лучше мы как-нибудь побеседуем еще потому что если честно я хотела вас как-нибудь расспросить вообще что случилось российской нефтянкой после того как она стала из частной государственной улучшилась она или ухудшилась вот во первых если можно коротко скажите об этом а потом мне будет последний вопрос и мы уже будем завершаться ну российская нефтяная отрасль ее плохими способами варварскими методами там залоговыми аукционами сделали несколько частных крупных компаний вот из этой отрасли газовую отрасль не дали вот так раздербанить у нас остался вот большой газпром такой ну там черномырдин поработал а вот это было раздербанить или наоборот потому что вот если сравнить как юкос был и как роснефть хозяйствовала кто из них лучше хозяйствовал но юкос конечно с нефть тогда была маленькая компания но неплохая компания у нее были какие-то активы она зарабатывала ничего все все шло более или менее нормально а потом началось постепенно постепенно вот когда юкос ну не было денег у роснефть у маленькой роснефти чтобы купить краденые у юкоса единственный кто мог деньги дать это китайцы вот они пришли сказать хорошо мы вам дадим деньги но только вы нам пожалуйста вот потом отдавайте нефтью вот по очень хорошей цене хорошо сказали в роснефти вы только деньги дайте дали деньги заключили такой контракт потом был второй контракт на большую сумму и вот сейчас та нефть которая из россии идет в сторону китая больше ее объема он идет бесплатно тоже деньги уже давным-давно получены и оплачено все вот китайцы получают там нефть по трубе восточный сибирь тихий океан в ст.о вот они получают ее почти всю бесплатно а себестоимость а себестоимость какая была у юкоса ну какая это секрет никто не знает по какой цене китайцы получают но вы все знаете прикиньте себе стоимость добычи я имею ввиду а себестоимость добычи но это же нельзя этому верить то что говорят о себестоимости добычи потому что все включают в это совершенно разные какие-то положения не говорят вот рост нефти объявляла у нас два с половиной доллара запарили нефть и мы ее вот значит себестоимость а когда иностранные независимые компании смотрят ну говорят ну восемнадцать с половиной долларов это не два с половиной доллара а у юкоса сколько было с учетом инфляции а у юкоса сколько было у юкоса я просто не помню тогда были совершенно другие данные другие положения мы вот сейчас говорим сравниваем частные компании нефтяные с государственным очень простой способ сравнения что такое частная компания она добивается двух вещей это снижение издержек то есть минимизация всех расходов и максимизация прибыли вот все больше она ничем она занимается деньгами а не нефтью вот самое главное для нее потому что когда у нас идеализируют добычу нефти говорят это там становой хребет это героические усилия все главное это смотрите куда идут деньги сколько тратится сколько за это дело получается вот все сводится очень простой форме и там действительно стараются экономить и стараются сделать свою работу как можно эффективнее чтобы акционеры получали прибыли от этой компании как можно больше и меньше были бы издержки что такое правильно понимаешь я правильно понимаю что частная нефтяная компания а ну правда мы сейчас сравниваем немножко газовую нефтяную а не строила бы трубопроводов в виде знака бесконечности и бы не шантажировала европейцев никогда ну давайте возьмем пример юкоса у них есть такое вот корпоративное правило не браться за какой-то проект если там норма рентабельности в этом проекте меньше 16 процентов вот они положили и когда например в правительстве говорили вы знаете а вот давайте вот там восточной сибири вот там проектик есть мы вам там лицензию дадим они посчитали посчитали говорят нет извините не возьмем они посчитали например американская сеть бензоколонок у лукойла она не давала такой прибыльности они ее быстренько продали то есть вот компания ведет такую политику что не наносить ущерба акционерам своим это главное теперь посмотрим как ведет себя государственной компании во первых государственной компании наплевать если будут проекты не окупаемые потому что государству погасить все эти абсолютно расходы первое второе государственная компания работая с другими чиновниками в правительстве и вокруг правительства во-первых выбирает самый дорогой вариант решения любой любых проблем потому что нужно вот чиновник который командует государственной компанией он зарабатывает не от конечного результата который там через сколько-то лет будет приносить прибыль там нефтяное месторождение какой-то проект он зарабатывает в процессе есть бюджет должен быть самый большой какой только можно льготы от государства должны быть самые большие какие какие только можно это грандиозные проекты которые наплевать на их коммерческую какую-то рентабельность там идет я знаю вот в одной компании но случай был который при при моем знакомстве состоялась при приносят бумажку на которой говорится что вы извините мы там вот нефть нашли там 4 миллиона тонн всего вот запасы как мы оценили хорошо берет ручку руководитель компании приписывает нолик пиши 40 миллионов тонн там в этом месторождение вот нужно раздуть все это и в процессе ну что пилят бабло вот это ничего общего с минимизации издержек из максимизации прибыли не имеет это кормушка для чиновников и когда у нас если раньше вот рост нефть была крошечной компании а сейчас извините у нас государству вот принадлежит ну где-то 63 процента всей добываемой нефти от добываемой нефть вот государству это этим командуют чиновники вот те самые на таких принципах вот последний вопрос потому что конечно я думаю что мы могли бы беседовать еще очень долго у меня на самом деле есть куча вопросов которыми мы когда-нибудь вернемся но вот вы упомянули о том что европейцы сейчас пытаются как-то минимизировать российское газовое присутствие строят терминалы для приема сжиженного газа но ведь европе есть исландцевый газ и в отличие от америки он не разрабатывается вот если можно вопрос почему и даже второй вопрос потому что я слыхала что периодически в разных странах типа болгарии ловили газпром за то что за руку были подозрения что он финансирует группы которые борются там за это самая экология бла-бла-бла-бла-бла-бла но только не было сланцевого газа значит сланцевый газ для европы это миф со сланцевым газом больше всего носились поляки которые решили вот у нас есть такие вот геологические структуры нефтегаза содержащие которые похожи на сланцев соединенных штатах америки и мы можем точно так же как они там вот себе сделал такую отрасль которая будет на всех тут всю европу обеспечивать часть таких пород простирается через украинскую территорию вот таким язычком идет вот от польши туда ну в принципе можно считать что там что-то такое сланцевое есть но возникает целая куча проблем да еще кстати вот в середине англии не шотландия в середине англии тоже есть такой поясочек где есть и все вот никаких больше сланцевых таких больших месторождений в европе не обнаруживаются а дальше идет такая вот петрушка вы посмотрите собственность на недра если в соединенных штатах америки какая тетя агата имея несколько акров земли она владеет всеми недрами вот под этими акрами земли до центра земли она может нанять геологов а потом нанять бурильщиков нанять разработчиков недр и сказать вот вы посмотрите тут у меня нефть наверное есть или газ там есть и вы мне пожалуйста отстегиваете а дальше вот иди работаете на моем участке в европе где-то два сантиметра достаточно чтобы редиску выращивать а там дальше уже это государственная собственность уже никто там и вот участки вы посмотрите с самолета что такое участки земли на территории польши это же невозможно там поставить сетку а сланцевый нефтегаз она нуждается в очень густой сетке скважин это торчат вот эти вышки торчат скважины на огромных территориях на огромных полях в европе нет такого землепользования чтобы туда вот это вместить а потом когда стали считать а сколько стоп стоп михаил а все-таки это вопрос законодательства что это невыгодно благодаря европейским законам которые отдают недр государству они частным лицам или это все-таки извините там и добывать то нечего потому что вы два разных ответа далее во первых не брала во вторых вернула а в третьих она была с отбитой ручкой но но есть немножко этого в польше чуть на украине и есть на британских островах но этого недостаточно чтобы создать отрасль конкурентоспособную коммерческую так далее и плюс на это накладывается вот эта система землевладения недровладение и все все остальное я не могу себе представить там ведь ветряков то невозможно много наставить на территории европы не то что вот взять и утыкать этими скважинами половину европы от участка до участка на каких-то полях и нету земли в европе на которой развернуть эту отрасль и поэтому вот трясли-трясли образцами поднятыми из скважин я помню в польше на каждой конференции показывали вот эти вот образцы смотрите вот они насыщены нефтью но нет не было там ничего такого во-первых и запасы небольшие а во-вторых вот вся система не позволяла что делать и потом для того чтобы добывать вот теми способами как американцы сланцевый нефт сланцевый газ нужно делать так называемый гидроразрыв пласта то есть вот это подъезжает целая армия грузовиков с компрессорами с огромные объемы воды специальных жидкостей там пропантов так называемых которые там не позволяют трещине схлопываться внизу в устье в внизу в скважине и начинается работа так вот когда в соединенных штатах америки там больше двух тысяч таких вот поезда они называются вот таких экипажей поездов в европе их ну по моим подсчетам было 72 вот когда шел шум вот этой ну невозможно это сделать в европе там просто даже технически не хватает ни кадров не оборудования для того чтобы что-то делать прослаться про сланцы вот в европе нужно забыть вами был михаил крутихин как я уже сказал это лучший российский нефтегазовый эксперт партнер и по-моему михаил нам рассказал о том как владимир владимирович пытался собрать весь нефтегаз под крыло государства и в результате это сейчас и привело к тому что российские нефтегаз просят отовсюду как мягко говоря ненадежного партнера с вами была а юлия латынина михаил крутихин и все это было на латынина тв и пожалуйста прошу вас не забывать подписываться на наш канал ширите ставить лайки и даже кот галстук был с нами и прослушал эту интереснейшую политинформацию михаил спасибо вам огромное я надеюсь что не последний раз и я как-нибудь еще буду вас расспрашивать о том что случилось со штокманом и кавыгтой у меня прямо вот губа вспыхает от интереса до свидания вам спасибо и до свидания спасибо Продолжение следует...